Татьяна Догилева знаменитая российская актриса театра и кино, слава к которой пришла еще в молодости, после появления в картинах знаменитых советских режиссеров. Детство и юность. Татьяна родилась 27 февраля 1957 года в Москве. Родители новорожденной были простыми рабочими и получали немного. В юном возрасте Татьяна оказалась впечатлительным ребенком. Каждый просмотренный ею фильм оставался в памяти и переворачивал ее мировоззрение. Ей понравился образ Шурочки из гусарской баллады. А после просмотра Ромео и Джульетты Таня месяц не понимала, почему влюбленные люди не смогли быть вместе. Кумиры сильно влияли на маленькую Таню, отличавшуюся ранимым характером. Так как родители Догилевой не имели высшего образования, они настаивали на том, чтобы девочка с братом все-таки окончили вуз. Но Татьяне не слишком хотелось слушать родителей, ведь она еще за школьной скамьи проявляла себя в самодеятельных спектаклях. Таня училась в школе при Академии педагогических наук, но в 14 лет поступила в студию юного актера при Центральном телевидении, где прошла курсы актерского мастерства. В молодости, когда пришло время определяться с институтом, Татьяна Догилева подала документы во все театральные вузы и в итоге стала студенткой ГИТИСа. Окончила она его в 1978 году. Будучи студенткой театрального вуза, актриса вела активную творческую деятельность, снималась в эпизодических ролях, дипломной же работой начинающей исполнительницы стала роль Беатрича в спектакле «Много шума из ничего». Фильмы и театр. После окончания ГИТИСа Татьяна отправилась служить в Московский театр имени Ленинского комсомола. Там она играла в спектаклях до 1985 года. Догилева, естественно, вела себя на сцене, полностью отдавалась роли. Но ей хотелось большего славы, популярности, узнаваемости. А этого можно было добиться только кинематографическими работами. После ухода из Ленкома артистке удавалось совмещать службу в театре и работу в киностудиях. В 80-х годах Татьяна появлялась на сцене театра имени Ермоловой, где играла в постановках «Говори», спортивные сцены 1981 года, а также «Шаткое равновесие» и «Наш Декамерон». Затем были роли в спектаклях Театра Российской армии, Театра Антона Чехова, Театра имени Массовета, появлялась актриса и в антрепризе Михаила Казакова. Первые роли в кинобиографии были в основном эпизодические, но играла Догилева их просто блистательно. Миниатюрная блондинка отличалась обворожительной улыбкой, которая не могла не запомниться зрителям. Ленты «Частная жизнь», «Пчелка», «Одна на миллион» и «Покровские ворота», где вместе с молодой исполнительницей сыграли Леонид Броневой, Олег Меньшиков, Инна Ульянова и другие, дали Татьяне бесценный опыт поведения в кадре, и каждая картина была все лучше и лучше. Больше всего зрителям запомнилась роль, из фильма «Блондинка за углом», где ее партнером по съемкам был Андрей Миронов. Образ меркантильной невесты, научного работника, стал визитной карточкой Татьяны, на долгие годы определив основное амплуа актрисы. Сыграла Догилева и эпизодическую роль дежурной интуриста вместе с Олегом Поселошвили и Людмилой Гурченко в вокзале для двоих Эльдара Рязанова. У него же Татьяна снялась с Леонидом Филатовым в «Запытой мелодии для флейты» в 1987 году. В этой пронзительной картине артистке удосталась главная роль, с которой она блестяще справилась. Фильм вошел в золотую коллекцию советского кинематографа. Ярким получился образ Догилевой в социальной драме «Обида», которая вышла на экраны в том же 1987 году. В фильме актриса сыграла продавщицу Сильбага, раздавшую всю выручку в долг односельчанам, но позже попавшую в неприятную ситуацию из-за нагрянувшей ревизии. Среди работ Татьяны того периода значится роль в популярном киножурнале «Фитиль», где артистка появилась в миниатюре «Врача вызывали» с мэтром советского экрана Зиновием Гертом. В 1990 году Татьяна Догилева снималась в фильме «Афганский излом». Главного персонажа в картине сыграл Микеле Плачеда, находившийся в те времена на волне популярности. Огромное место в творческой биографии Догилевой актрисы занял ситком «Люба, дети и завод». Каждый день по 12 часов Татьяна Анатольевна находилась в кадре. Это был поистине сумасшедший ритм, который сводил артистку с ума. Постоянная смена партнеров по съемочной площадке, большие тексты и множество рекомендаций съемочной группы. Каждое утро измученная звезда старалась отключиться от всего и просто идти под свет софитов, чтобы демонстрировать там актерский талант и высокий профессионализм. Были моменты, когда Татьяна не могла держать все в себе – нервные срывы, истерики и слезы. Вот та негативная сторона популярности, которую знают только настоящие востребованные звезды. В 2007 году Догилева сыграла яркую роль в фильме «Бомжиха». Ее героиня, 40-летняя учительница, занимает определенную сумму денег на операцию больной матери. Но мать умирает, а недобросовестные люди рекомендуют ей арендовать оборудование для продажи на улице пирожков. Эта затея ни к чему хорошему не приводит, и женщина в буквальном смысле остается на улице. В 2012 году случился один из самых громких скандалов с участием Татьяны Анатольевны. Актриса уволилась из театра имени Ермоловой, куда на должность художественного руководителя заступил Олег Меньшиков, бывший друг Догилевой, с которой они вместе снимались в Покровских воротах и вместе пришли в этот театр в 1985 году. Крестный отец ее единственной дочери одобрил это решение, заявив, что получать зарплату и не выходить на сцену 20 лет – это неправильно. После ухода исполнительница дала ряд разгромных интервью, где обвинила Меньшикова в снобизме, звездной болезни и стремлении окружить себя только теми людьми, которые боятся его критиковать. В 2013 году Татьяна Догилева снялась в новогодней комедии «Елки 3», а также проявила себя Татьяна Анатольевна и на телевидении. Она стала участницей одного сезона телепроекта «Последний герой». В тот момент, когда ей пришло приглашение, артистка уже долгое время хотела убежать от обыденных проблем, поэтому с удовольствием согласилась ехать на необитаемый остров. Как утверждала актриса, впечатления, полученные там, остались с ней надолго. Некоторое время ей по ночам снилась эта экзотическая локация. Позднее Татьяна Анатольевна участвовала в шоу «Танцы со звездами» в украинской версии. Звезда практически сразу покинула проект. В 2016 году Догилева снялась в молодежном ситкоме «Мамочки», а также в лентах «Хороший мальчик» и «Бэби Бум». В феврале 2017 года актриса отметила 60-летний юбилей. В интервью Татьяна Догилева призналась, что считает дату обычным возрастным рубежом. В 2018 году завершили съемки комедии «О чем говорят мужчины». Продолжение. Где Догилева предстала в образе проводницы. В том же году актриса снялась в картинах «Рассвет на горе Адама» и «Потерянный остров». Личная жизнь. На первом курсе вуза у Татьяны Догилевой вспыхнул роман с однокурсником Юрием Стояновым. Оба вспоминают о романе с теплотой, отмечая, что это была скорее мимолетная страсть, нежели любовь. У актрисы было два официальных брака. Первый раз Татьяна пошла под венец еще в юном возрасте, сразу после окончания института. Но в то время работа полностью поглотила Татьяну, и у нее не было времени на то, чтобы заниматься своей семьей. Поэтому муж после трех месяцев супружеской жизни решил подать на развод. Второй раз Татьяна Догилева стала женой петербургского писателя-сатирика Михаила Мишина в 1990 году. А в 1994 году у семейной пары появилась прелестная дочь Катя. Сама Догилева признавалась, что сильно любит своего ребенка, иногда даже чрезмерно. К сожалению, каким бы счастливым не казался союз Догилевой и Мишина, быть вместе они так и не смогли. 18 лет совместной жизни завершились разводом. После распада семьи у дочери Екатерины Догилевой началась анорексия, которую удалось победить только спустя два года. Позднее девушка переехала в США, где окончила Американскую академию театрального искусства и стала актрисой. Со временем между экс-супругами восстановились дружеские отношения. Родной брат Татьяны Владимир, родившийся инвалидом, в последние годы жизни сильно привязался к алкоголю. Актриса помогала родственнику и деньгами, и работой. Исполнительница старалась скрывать пристрастия мужчины до последней минуты. Находилась рядом с близким человеком. В конечном счете у Татьяны Догилевой никого из родных, кроме дочки, не осталось. В один период ушли отец, который не смог одолеть рак, брат и мать. Причиной смерти матери стал инсульт. Это было время самым сложным в жизни Татьяны, и переживала она его очень болезненно. Ввиду постоянных стрессов и черной полосы в жизни Татьяну Анатольевну неоднократно заставали в нетрезвом состоянии. И журналисты затрубили об алкогольной зависимости Догилевой. Актриса и не скрывала, что у нее были запои. Один раз она сама отправилась в московскую наркологическую больницу номер 17, где прошла курс лечения. Догилева не стала скрывать, что делала пластическую операцию. В одном интервью артистка призналась, что в первый раз легла под нож хирурга по глупости. На эту идею звезду экрана натолкнула молодая актриса, которая однажды подрезала себе глаза. Узнав об этом, Татьяна побежала к хирургу своей коллеге. Однако врач сказал, прежде чем подрезать глаза, необходима круговая подтяжка лица. В итоге Догилева согласилась на ряд операций, после чего, по мнению многих, изменилась до неузнаваемости.